МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить главной темой этого выпуска. Отучился и по наклонной покатился. Сотрудники антинаркотического ведомства задержали в Рязани дилера с двумя вузовскими дипломами. Тест на наркотики. Рязанские студенты поддерживают эту вынужденную меру для пресечения наркомании на ранней стадии. Налетела банда. В Рязани будут судить похитителей людей. В преступной группе состояли сотрудники правоохранительных органов. А теперь обо всем подробнее. В Рязани задержали двоих наркодилеров, которые поставили производство опаснейшей дряни на поток. Стало известно, что раньше оба входили в преступную группировку торговцев с синтетическими наркотиками. После того, как этот криминальный коллектив большей части угодил за решетку, парочка начала собственное дело. Кстати, организовано производство наркотиков было на широкую ногу и поставлено на научную основу. Сие не мудрено. Один из задержанных, обладатель аж двух дипломов, был квалифицированным юристом и психологом. Далее Оксана Тебенихина. Красиво жить не запретишь, если, конечно, методы заработка не подпадают под статью Уголовного кодекса. Двое 29-летних рязанцев, организовав полноценный конвейер по производству и реализации различных наркотических средств, полностью подтверждают данную теорию. Фактически в то время они научились совершать преступления по сбыту синтетических наркотиков, используя сеть интернет, киви-платежи, другие электронные системы платежей, а также используя закладки в различных местах города. Почти 3 кило марихуаны и 470 грамм синтетики. Это концентрат. Из данного сокровища, в кавычках, на выходе получится 1000 доз. Каждая стоит в среднем 1500 рублей. Неудивительно, что за такие деньги ребятам придется немало отсидеть на таежных, хорошо охраняемых курортах. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и наиболее активные члены решением суда помещены в следственную залетку. Самым горьким в этой ситуации является то, что самый активный участник группировки имеет два высших образования – юридическое и психологическое. И если уж человек с таким складом ума не нашел себе в жизни более достойного занятия, нежели наркотиками людей травить, то тут уж о нашем общем будущем и задумываться страшно. Как известно, в этом июне президент Владимир Путин подписал закон, вводящий тестирование учащихся на наркотики. О необходимости этого речь ушла давно. По данным соцопросов, среди граждан в возрасте от 11 до 24 лет, каждый четвертый, по крайней мере, пробовал наркотики, а средний возраст, в котором юный дурачок решает впервые к ним приобщиться – это 15-16 лет. Наша автор Олеся Харлина выясняла сегодня настроение студентов-медиков в связи с законом о тестировании. В нашем регионе тестирование школьников на наркотики – не новшество. Еще год назад мы вместе со специалистами подводили итоги огромной работы. Каковы же результаты, какое количество детей и взрослых принципиально отказываются проходить тест и, собственно, для чего. Но тогда вместо привычной многим анкеты был медицинский тест, аналогичный тесту на беременность. Теперь же школьникам и студентам предстоит пройти долгоиграющую двухэтапную процедуру. Мы провели небольшой опрос, что по этому поводу думают студенты-медики. Я считаю, что это правильное решение, правильно необходимо делать тесты. Школьники часто начинают принимать наркотики, и поэтому бывает необходимо в таком раннем уже даже возрасте, даже в средней школе проводить такие тесты. Считаю, что это очень даже правильно и нужно проводить. Я думаю, если эта проблема выявлена, то лучше на ранней стадии обратиться к врачу за профессиональной помощью, может быть, к помощи психологов, и заняться своим ребенком, в первую очередь родителям. Впрочем, заставить учащихся согласиться на эти тесты никто не сможет. Они исключительно добровольные. Если речь идет о подростке до 14 лет включительно, то согласие на тестирование должен дать один из родителей, причем в письменной форме. Не дожидаясь подписания закона, Минздрав заранее разработал и опубликовал у себя на сайте опрос учащихся, рассчитанный на детей от 10 до 18 лет. Прочитав вопросы, блогеры встали на уши. Так, в анкете перечислялись 12 наиболее распространенных групп наркотических веществ. От широко известных амфетаминов героина и кокаина до менее популярного оксибутирата натрия. Составители также снабдили некоторые виды наркотиков их сленговыми наименованиями. Винт, спиды, эфедрон, травка и так далее. В вопросах содержались и подробности того, как именно и в каких вариациях их следует употреблять. В частности, школьникам задавались вопросы, пробовали они ингалянты, клей, аэрозоль, бензин или алкоголь в сочетании с таблетками для необычных ощущений. Многие родители тут же заявили, что подобные вопросы содержат в себе скрытую пропаганду наркотиков и тестирование будет иметь обратный эффект. А у некоторых родителей есть и другие личные причины отказаться от тестирования. Они могут бояться именно за реакцию своих детей. К тому же некоторые дети, может быть, страдают какими-то заболеваниями, принимают какие-то препараты. И родители не хотят, чтобы другие люди считали их детей ущербными в чем-то. И скрывают этот факт. Пока ясно одно, чтобы сделать эту процедуру более понятной и в первую очередь полезной, Минздраву для начала нужно пересмотреть список своих вопросов. К другим темам. Рязанская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Гордуму. Если двадцатку одномандатников опубликовали почти сразу после 8 сентября, с ними, как говорится, все ясно, то теперь пресса, а значит и рязанцы, узнали фамилии тех двадцати, кто избран по партийным спискам. Хотя здесь, как говорится, возможны варианты и внутренние замены. Список избранных депутатов Рязанской городской думы выглядит следующим образом. От избирательного объединения. Рязанское региональное отделение партии «Единой России» избранных Ковалев Олег Иванович, Епихина Наталья Леонидовна, Трубицина Игорь Владимирович, Худяков Роман Евгеньевич, Филиппова Екатерина Алексеевна, Бараненков Анатолий Борисович, Савичев Андрей Владимирович, Шарапина Наталья Михайловна, Исака Евгения Михайловна, Фролов Владислав Викторович, Гурух Виктор Сергеевич, Еремеев Олег Витальевич, Лемдянов Александр Иванович, Красов Андрей Леонидович. От избирательного объединения Рязанское региональное отделение ЛДПР избранными считаются Шерин Александр Николаевич и Князев Антон Александрович. От избирательного объединения Рязанское областное отделение КПРФ Полинок Петр Иванович, Волкова Евгения Николаевна, Кривцова Лилия Матвеевна и Сидоров Денис Сергеевич. В Рязанском областном суде идет отбор присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении похитителей людей. Обвиняемые организовали преступную группу, к которой позже присоединились еще четверо желающих заработать на киднеппинге. Определенную сенсационность делу придает тот факт, что трое из упомянутой четверки были действующими сотрудниками правоохранительных органов. Как говорится, на чем сижу, тем и зарабатываю. В Рязанском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении восьми лиц, которые обвиняются в семи эпизодах похищения людей, совершенных организованной группой, последующих помогательствах в целях получения имущества потерпевших в особо крупном размере, в грабеже и угоне автомобиля. Уголовное дело рассматривается с участием коллеги и присяжных заседателей. Еще пару лет назад правозащитники общества «Мемориал» утверждали, факты похищения людей, бывшей обыденностью на Северном Кавказе, участились в российском центре. Во многих случаях обстоятельства указывали на причастность к преступлениям правоохранителей. Председатель комитета гражданской содействия Светлана Ганушкина высказалась тогда так. Если вы помните, при въезде в Грозном была надпись «Добро пожаловать в ад». Оказалось, что невозможно создать в единой стране такую обстановку, что в каком-то месте будет ад, а в каком-то суверенной демократии и царства закона. Что же касается банды похитителей, действовавшей в Рязанской области, то приговоры должны вскоре прозвучать. На другие темы вступил в силу запрет на продажу в нашем регионе алкоголя в шанках, расположенных в жилых домах. Все эти мини-кафе, рюмочные, распивочные, наливайки, забегаловки, которые не дают житья нормальным людям, должны быть закрыты. Дворы, которые местные пьянчуги приспособили под собственные бесстыжие нужды, темные личности на лавочках у подъездов, драки, ругань и скандалы от рассвета до заката, все это должно прекратиться. Должно. Однако сегодня мы подняли телефоны людей, которые обращались в нашу редакцию по поводу безобразия в распивочных и во дворах рядом с ними, и выяснили, закон-то в силу вступил, но пока он действиями правоохранителей не поддержан. По крайней мере, не везде. А ведь о том, что в Рязани наступила такая антиалкогольная красота, пишут серьезные российские информпорталы, такие как РИА Новости. Неудобно как-то получается, федералы на нас кивают, вот, дескать, молодцы, запретили пивные в жилых домах, а наливайки как работали, так и работают. Возможно, пока программа готовилась к эфиру, что-то изменилось, начались рейды, проверки, акты и соответствующие меры. Возможно, по крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Или мы с вами как-то не так понимаем систему исполнения законов. Увидим и, надеемся, увидим скоро. И последнее на сегодня. На северном обходе случилась первая автоавария с пострадавшими. Как сообщает информагентство, столкнулись две Тойоты. Пострадали пассажиры машины, которая перевернулась. Один получил сотрясение мозга, второй – уши предплечья. Версия такова. Одна Тойота пыталась развернуться в районе разводного моста, и в это время ее ударила и опрокинула вторая Японка. Так что плохие дороги в России, жалуемся, построят хорошую, так начинаем летать, да разворачиваться, как в проулке. На сегодня все. До встречи завтра в итоговой недельной версии программы «Время говорить». Удачи! 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 Удачи!